Итак, тема моей проповеди – отчет в своем управлении. Отчет в своем управлении. Каждый из нас является управляющим. Каждому из нас Господь дал территорию ответственности, кем бы мы ни были. У жены своя зона ответственности, она является управляющим над своими ответственными делами. Муж над своими. Бизнесмен – это управляющий над Божьими деньгами. Астер – это управляющий над Божьим народом. То есть бразды правления, бразды управления Господь дает человеку. Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте и управляйте. Владычествуйте и управляйте. Бразды правления даны человеку. И, как вы понимаете, если Бог дает ответственность, то Бог и спрашивает с человека. То есть человек подотчетен. Два слова, которые зависят друг от друга. Там, где управление, там всегда будет отчет. Там, где есть ответственность, там всегда будет отчет. Любой начальник, любой лидер, любой управляющий подотчетен тому, кто дал тебе бразды правления. Поэтому мы должны всегда понимать, что рано или поздно мы должны дать отчет не только в своем уповании, но и отчет в своем управлении. Управляешь ли ты деньгами? Рано или поздно ты дашь отчет. Управляешь ли ты своим домом? Рано или поздно ты дашь отчет. Управляешь ли ты ячейкой? Управляешь ли ты какой-то профессиональной группой? Управляешь ли ты каким-то служением? Рано или поздно наступит день, когда мы должны дать отчет. Всякое подотчетное служение имеет гораздо выше результат, чем то служение, которое не имеет подотчетности. Человек так устроен, что если нет подотчетности или контроля, как правило, человек портится. Но когда человек знает, что он обязан, подотчетен, он под контролем высшей инстанции, как правило, этот человек более дисциплинирован и более устроен. Итак, отчет в своем управлении. Рано или поздно каждый из нас должен дать отчет в своем управлении. Бог милует нас, устраивая нам периодические экзамены. Ибо, если бы не было периодических экзаменов в течение нашей земной жизни, мы бы сто процентов провалили один госэкзамен, оказавшись перед Господом, прожив свою жизнь. Потому что промежуточные экзамены или отчеты, или зачеты, как хотите, они помогают нам сориентироваться, проанализировать, либо мы идем вверх, либо вниз, либо мы имеем прибыль, либо прибыль не имеем. Потому что любой отчет или анализ нашей работы показывает, во-первых, Богу, и показывает нам самим, успешные управители мы или расточители. Давайте откроем Луки, 16 глава. Луки, 16 глава. «Сказал же и к ученикам своим». Это месседж к ученикам своим. То есть к тем, которые возглавляют церковь. Тем, кто отвечает за людей. Тем, кто отвечает за драгоценные человеческие души. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Точка. Когда господин услышал, что управитель, то есть человек, которому доверили имение, человек, которому доверили деньги, человек, которому доверили драгоценные человеческие души, он расточает. То есть, может быть, там была коррупция, может, там была небрежность, может быть, там была просто халатность. И господин перестал получать прибыль, он остановился и сказал, «Я отказываюсь дальше держать тебя на работе, потому что если ты расточаешь мое имение, значит, ты не бой, не можешь больше управлять». Сегодня тысячи лидеров, тысячи руководителей отстранены от должности управителя только по одной причине, что они не обеспечивают прибыль, они не обеспечивают доход, они не обеспечивают прибыль. И посмотрите, отчет, это было внеурочное, или, как сказать, внеочередная проверка, или внеочередной отчет в связи с тем, что поступил сигнал о расточительстве. Поступил сигнал о расточительстве. Расточительство и управление – это очень опасная комбинация, потому что сам Господь Бог следит за тем, чтобы Его имение, Его служение, Его церковь имела прибыль. В другом месте написано, Иисус сказал, «Кто не собирает со Мною, тот расточает». У Бога есть задача, чтобы каждый управитель, кем бы мы с вами не были, мы собирали, а не расточали, чтобы мы обеспечивали прибыль. Мы говорим о росте церкви, мы говорим о процветании в бизнесе, мы говорим о распространении Божьего царства. Потому что расточительство – это опасный синдром. Расточительство – это угроза целостности. Расточительство – это угроза благословения. Расточительство – это проклятие. А прибыль – это благословение. И сегодня мы с вами рассуждаем, что такое расточительство. Расточительство – это некоторые потери. Потери происходят по разным причинам. Потери приходят по разным причинам. Либо в результате моей халатности или небрежности, либо в результате кражи или воровства. Я должен сказать, что мы не все должны списывать на дьявола. Очень часто причиной расточительства является наша элементарная небрежность. Я не склонен сегодня выступать в роли адвоката. Дьявол, я просто хотел бы показать разные стороны расточительства. Повторяю, потери бывают либо по причине халатности и небрежности, либо в результате кражи. В результате небрежности одна методология. В результате, если произошла кража, у нас совершенно другая схема поступков. Почему мы должны внимательно наблюдать за собою, чтобы нам не потерять того, на чем мы трудились? Потому что если в моем служении будет расточительство, Господь меня отстранит от управления. Очень просто. Если я не буду внимательно следить за состоянием моего имения, которое мне Бог доверил, если я не буду самокритичным, если у меня отсутствует самообладание и честный взгляд на самого себя, то рано или поздно подобный разговор состоится со мною, и Господь скажет, Алексей, дай отчет в своем управлении, потому что я услышал, что ты не можешь управлять. Почему я не могу управлять? Потому что расточительство, потери, потери, потери. По каким причинам? Я должен следить за тем, чтобы потерь была меньше. Итак, давайте посмотрим. Потеря в результате аллатности. Луки 15. Давайте посмотрим. Луки 15. То есть перелистываем назад одну страничку. Дальше. Четвертый стих. Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед, возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Итак, управляющий, это пастух, ему доверили сто овец. Он отвечает за каждую из них. Если кто, имея сто овец, потеряет, подчеркните это слово, потеряет. Потери происходят по разным причинам. В данном случае, в данном случае, овца заблудилась. Есть такое качество у овец. И есть такое качество у пастухов, не считать это за проблему. А это вообще-то проблема. Потому что, если потерялась одна, и ты не обратил внимания, потерялась пять, и ты не обратил внимания, тебя однажды вызовет главный господин и скажет, «Сколько у тебя в стадии?» Ну, куда же, 78. «Сколько я тебе давал?» «Сто». Где остальные? Да где бараны тупые? Гуляют, где хотят. Главное, чтобы ты не стал тупым бараном. И ты должен каждый вечер считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девяносто, семь, девяносто, девять, сто. Тогда я ложусь спокойно, зная, что все, что мне Бог доверил, в ажуре. Вы со мной? Наблюдайте не только за собою, наблюдайте за тем имением, которое Бог дал вам. Итак, потеря по причине небрежности или халатности, я не досмотрел. Поэтому какая-то овца, она куда-то запропастилась, и ответственный человек, который сознает, что если будет расточительство, его могут отстранить от управления, он будет оставлять девяносто девять и искать одну заблудшую, потому что не столько он заботится об этой овце, сколько о том, чтобы ему стать профессиональным руководителем. Итак, потеря по причине халатности. Когда мы читаем 1 царств 17 глава, откройте, пожалуйста, 1 царств 17 глава, здесь записано так, что овцы пропадают по разным причинам. Мы прочитали в Луке о том, что овца сама ушла, тупой баран. А 1 царств 17 глава, 33 стих, потеря происходит в результате кражи. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого ферестемлянина, чтобы сразиться, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Этот разговор состоялся на поле сражения, где выступал Голиаф. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним. Итак, ты считаешь, должно быть сто, оказалось девяносто девять. И мы должны уже с вами понимать, что потери происходят по разным причинам. Либо овца заблудилась, либо ее кто-то похитил. В любом случае мы должны реагировать. В любом случае мы должны принять решение не соглашаться на потери. Категорически запрещено соглашаться на потери. Потому что соглашаясь на потери, ты обрекаешь себя на расточительство. Расточительство – это угроза твоего управления. И однажды может прозвучать, что не можешь ты больше управлять. Я хочу, друзья, как пастор, как служитель, как управляющий Божий, я хочу, чтобы Бог меня вознаграждал и переводил от веры в веру и говорил, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю, вчера у тебя было сто овец, завтра я даю тебе тысячу. Мы часто думаем, ну почему нет продвижения? Почему нет вот такого роста? Почему нет вот этого, ну, развития? По причине халатности, небрежности, безответственности за тот, за тот контингент или за то стадо, которое Бог дал нам. Смотрите. И когда там овца сама заблудилась, обратите внимание, если мы не научимся возвращать заблудших овец, мы никогда не сможем сражаться за похищенных овец. Послушайте, заблудшая овца и похищенная овца – это два разных случая. В первом случае мы приобретаем один опыт. Возвращая пропавшую овцу, мы делаем себя дисциплинированной и организованной личностью. Но этого недостаточно. Бог желает, чтобы мы были не только организованной и дисциплинированной, ответственной личностью, как управитель, Бог желает, чтобы мы были еще опытным воином, которые не только возвращают заблудших овец, которые сражаются за похищенных овец. Я точно знаю, что среди тех людей, которых сегодня нет среди нас, среди тех людей, которых нет среди нас, но которые были вот в церкви, есть пропавшие, потерянные овцы, и есть похищенные. Вот почему в области попечительства должно быть понимание. Кого-то мы можем просто в легкую найти и вернуть. за какую-то из овец нам придется очень серьезно посражаться. Знаете, вот лев, здесь как написано, что Давид сказал, что приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, отнимал и спасти его, а если он бросался на меня, то брал его за космы и поражал и умерщвлял его, и льва и медведя убил вал, раб твой и с этим филистимляниным необрезанным будет то же самое. Обратите внимание, когда приходит лев или медведь, они не охотятся за больными, они не охотятся за искалеченными, они не охотятся за слепыми овцами, они выбирают самую жирную. Вы понимаете? Из церкви дьявол похищает, дьявол похищает опытных, талантливых, успешных. Из-за них мы должны особенно воевать. Это не просто прийти, позвонить и вернуть. Как правило, теряются как раз вот эти больные. Теряются вот такие вот немощные. И у нас должно быть два крыла в попечительстве. Первое. Можно обозначить, это попечительство о заблудших овцах. И второе крыло, это попечительство о похищенных. Второе крыло, это работа для зрелых людей, способных сражаться. Возвращать заблудших здесь не надо особенного опыта сражения. Здесь просто достаточно звонка, достаточно дружеского слова, достаточно пару раз пообедать, все. Но, друзья мои, вот эти здоровые, опытные и, может быть, талантливые люди, на которых дьявол покушается, лев и медведь. Здесь требуется уже другая методика. Я гнался за ним, я нападал на него, я отнимал. Это уже молитва, это уже освобождение, это уже ходатайство, это битва, это битва. Мы по-любому должны возвращать и потерянных овец, и похищенных. Но, какая разница? Какая разница между опытом возвращения заблудших овец и опытом возвращения похищенных? Повторяю, возвращая угнанную овцу, я становлюсь ответственным, дисциплинированным и упорядоченным управителем. Возвращая похищенных, я становлюсь опытным воином. Это другая квалификация. Какая разница между тем и другим? Вы знаете, очень часто, когда у нас не получается первый вариант, я звонил, а он не пришел. Так ты выясни, это заблудшая овца или это овца похищенная. Если это заблудшая овца, и ее легко вернуть, точка, это классно. Представь себе, если ты с этой методикой приходишь к овце, ноги которой торчат из пасти льва, а ты куда? говоришь, вы должны в церковь идти. Она говорит, а куда идти, если ноги торчат из пасти? Ты должна молиться. А тот из пасти льва говорит, куда молиться? Я уже гланды его вижу. И мы говорим, ай, они ожесточились, они ушли. Отказываясь возвращать похищенных овец, мы лишаем себя квалификации воина. Давид говорит, я гнался, и я возвращал. Это тяжелое попечительство, это сложный вариант возвращения угнанных, возвращения похищенных. Смотрите. Потеря по причине халатности и небрежности или потеря по причине кражи. Возвращение потерь по причине небрежности делает меня дисциплинированным и устроенным человеком. И смотрите, если ты теряешь и ищешь, ты возвращаешь столько же, сколько ты потерял. Смотрите, женщина потеряла драхму. У нее никто ее не украл. Она просто ее потеряла. Что в это время надо делать? Надо включить свет и мести. Причем в своем доме ищешь. Не в чужом. У тебя никто не украл. Потеря по причине небрежности и халатности. Мы можем деньги терять. Мы можем помазание терять. И даже здоровье. Согласитесь, есть потеря здоровья, имеющая демоническое происхождение, есть потеря здоровья по причине нашей халатности, тупости и небрежности. Согласитесь. Когда мы теряем по причине небрежности, мы возвращаем ровно столько, сколько мы потеряли. Смотрите. Женщина потеряла одну драхму. Она нашла и вернула одну драхму. Но, посмотрите, в случае кражи, что происходит? Возвращение потерь в результате кражи делает нас опытным воином, и здесь кроется секрет развития. Твой реванш обеспечит тебе трофеи. Запомните. Когда ты сражаешься с врагами, ворами, которые пришли, чтобы украсть, убить и погубить, если произошла кража, то смотри, про притчу 6, 30, 31. Не спускают вору, если он крадет. Но, будучи пойман, он заплатит всемиро и отдаст все имущество дома своего. Отказываясь сражаться за похищенных, мы лишаем себя трофеев, имущества того грабителя, который грабит твое стадо. Посмотрите. Если ты теряешь, ты теряешь одну драхму, и ты находишь одну. То есть, одну потерял, одну вернул. Но если у тебя грабитель забрал или похитил одну драхму, то Господь говорит, что когда вор похищает, у тебя есть гарантия не только вернуть эту одну драхму. Бог говорит, что когда этого вора ловят, то он возмещает в тебе всемиро эту кражу и отдает все имущество дома своего. То есть, у Господа есть право конфисковать все имущество твоего грабителя. Я прочитаю еще раз. И смотрите, полный текст. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит всемиро и отдает все имущество дома своего. Когда он будет пойман, первое, он отдает всемиро. То, что он у тебя украл, это Божий закон. И второе, все имущество своего дома. Рискованно сражаться за похищенных. Конечно, рискованно. Но есть выгода там. Потому что реванш за похищенную овцу обернется для тебя трофеем. Трофеи, которые будут превышать то, что дьявол украл. Мы должны с вами понимать, что когда что-то теряется, смотрите, Иосиф, у него конкретно братья украли судьбу, украли годы. Они его оскорбили, продали. Это не просто по причине непрежности или халатности. Иосиф потерял свободу. Иосиф потерял свою близость с отцом. Он оказался рабом. Дальше жена Патифара посадила его в тюрьму. Представляете себе? Воры. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но если ты стоишь на позиции, а я это верну, я это возвращу, если Господь сказал, что он отвечает за конфискацию имущества грабителя, я стою на этом, и я не соглашаюсь на потери. Посмотрите, в чем все обернулось? Обернулось тем, что Бог вернул Иосифу, Иосифу, не только один пиджак, который эти братья его украли, ему одели царскую одежду. Раз. И когда его вытащили из тюрьмы, ему дали второй пост после фараона в Египте. Я знаю, что сегодня дьявол многих из нас обокрал. И самое главное, друзья, мы должны занять принципиальную позицию, я с этим не соглашаюсь. Эти снопы поклонятся, звезды поклонятся, потому что я в руках Господа. И я должен дьяволу, дьяволу пророчествовать, ты вернешь всемиро, и все твое имущество, оно будет конфисковано в мою пользу. И посмотрите, когда Иосифа подняли и восстановили и уполномочили стать премьер-министром Египта, ему дали перстень и сказали, только престолом фараон выше, а все золото, все имущество, все богатства Египта, они принадлежат тебе. Друзья мои, мы идем к этому. Я точно знаю, что праведникам в Латвии будут принадлежать банки, праведникам в Латвии будут принадлежать масс-медиа, праведникам в Латвии будут принадлежать ответственные политические посты. Мы на пути. Сегодня нас обокрали, сегодня нас сократили, сегодня нас лишили многих возможностей, но мы упрямо, настырно, мы продолжаем идти и говорить, мы увидим славу Божью, мы увидим христианское правительство, мы не будем на задворках, мы не будем хвостом, мы будем головою, потому что дьявол, который нас обкрадывал столько лет, дьявол, который воровал наши возможности, наше здоровье, наши ресурсы, вернет в семь раз и все, что он награбил, имущество его дома будет конфисковано. Скажите, когда евреи уходили из Египта, где их 430 лет уничтожали, били, грабили, обманывали, 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 вор приходит для того, чтобы лгать, красть, обкрадывать, скажите, пожалуйста, они вышли с пустыми руками, все, абсолютно все, что дьявол забрал, в семь раз, в семь раз, Писание говорит, что евреи обобрали египтян. Скажи, обобрали. Оба, на. Обобрали. Сам Бог включит механизм конфискации. Скажи, сам Бог включит механизм конфискации. И грабитель, который грабил меня, возвратит мне. в семь раз. И его имущество, богатство нечестивых, будет принадлежать праведникам. У нас будет по полтора миллиона расходов в месяц. Мы будем гастролировать с нашими проектами по центральным столичным городам. В самых ярких и красивых концертных залах. Мы не будем всю жизнь побираться. И наша нефтяная вышка из Логоса не будет каждый раз выкачивать. И наши конференции будут проходить за счет пожертвований. У нас будут свои банки. Потому что Бог ценит и видит, сколько мы жертвуем. Может быть, иногда мы оказываемся жертвой чьих-то афер. Мы оказываемся жертвой чьих-то нелепых экспериментов, поднятием цен и все остальное. Но, друзья мои, Бог справедливый судья. Если я служу Богу и Божьего служителя, кто-то обкрадывает, я имею полную гарантию и лицензию заявить о том, что мне это вернут в семь раз, и все имущество моего грабителя будет конфисковано в мою пользу. Скажи, во имя Иисуса я претендую на семикратную компенсацию того, что у меня похищено. Во имя Иисуса я претендую на семикратную конфискацию имущества моего грабителя тот, кто грабил, а будет ограблен. Кто злотействовал, он будет уничтожен во имя Иисуса Христа. Мы с вами увидим великое процветание. Мы с вами увидим славу Божью. Мы с вами увидим христианское правительство в нашей стране. Аллилуйя! Закричи громко Аллилуйя! Если ты не требуешь потерянных вещей, они никогда к тебе не вернутся. Овца к тебе сама не вернется. Потерял часы, часы же не будут ползти за тобой. Ты должен вернуться и искать. Если твои чемоданы остались где-то между Сан-Франциско и Хелсинки, и ты говоришь, мой чемодан воспитан. Там же мои трусы лежат. Библия моя лежит. Ну и что? Ну и что? Если ты потерял чемодан, не чемодан тебя ищут. Если правда ты сам не чемодан. Если ты не ищешь то, что ты потерял, то, что ты потерял, тебе никогда не вернется. Но самое интересно, что когда мы теряем чемоданы, мы спохватываемся. Скажешь, Алексей, ну ясное дело, был чемодан, а уже нету. Как я не спохвачусь? Ну неужели ты думаешь, что твое помазание меньше, чем твой чемодан? Оно исчезло, а ты вообще даже ухом повел. У тебя была радость, а вот ее нету. А за чемодан ты держишься. А что больше? Чемодан? Или жена? Как чемодан без ручки? Как кто-то говорит. Друзья мои, любовь у тебя была, а сейчас нету. Если ты не спохватишься и не начнешь искать, я сокращаю, там Исаия 42 глава, он говорит, они связаны, они ограблены, они где-то в подземельях, и никто не говорит, отдай назад. У тебя дьявол все похитил, и здоровье похитил, и радость похитил, возможности похитил, и ты сидишь, это крест, но я должен двигаться. Ты кому веришь? Сам Господь Бог говорит, ты реваншист, ты должен закричать северу, отдай назад, и ты должен закричать югу, не удерживай, мы не соглашаемся на рабство и нищету, дьявол, ты в семь раз возвратишь все, что ты украл у меня, и Бог конфискует все твое имущество, и богатство нечестивых перейдет к праведникам. Мы с вами увидим торжество Божьей справедливости. Повторяю, потери могут происходить по разным причинам, по причине халатности и небрежности мы потеряли здоровье, надорвались, что дьявол что ли тебя заставлял, ты сам хлыстал холодную воду, а хрип отлежался в солярии пять часов подряд, как свекла ходишь. Какой дьявол? С кем попал сексом занимался, заболел? Дьявол? О, бесы! Какие бесы? Ты сам как бес? Ладно, когда дьявол приготовил для тебя просто неизвестно, неизвестно, как это получилось. Есть демоническое происхождение проблем, а есть обыкновенная небрежность. И мы должны быть не только организованной и дисциплированной личностью, как управитель Божий своего здоровья, своего помазания, своей семьи, своего бизнеса, но и в случае, если дьявол приходит и крадет против вора у нас свои санкции. И против вора битва с вором она более выгодна. Потому что Бог говорит, что я все, все, что он награбил, я все это верну. Последнее место, последнее место это Иов, Иов 2 глава. Посмотрите, что здесь происходит. очень драматическая книга, для меня самая загадочная и непонятная. Смотрите, произошло, это не то, что небрежность, это есть атака дьявола. Пришел вор, чтобы украсть, убить и погубить. Вор похитил процветание, вор похитил семью, вор похитил здоровье. Это уже не просто из-за небрежности, это просто грабитель. И смотрите, что здесь, Иов 2 глава. 7 стих. «Я отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его». Сатана поразил Иова проказою лютою. Неизвестные удары судьбы, непонятные удары судьбы. Человек был здоровый, красивый, и вдруг в отсчитанные дни он покрылся проказою лютою. жена его не узнала. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею и сел в пепел. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности своей? Ты все еще тверд в непорочности своей?» Репутация у Иова была человека непорочного. Но ты все еще Богу веришь. Ты все еще уповаешь на Него. Ты все еще молишься по утрам Ему. А ты понимаешь, что с тобой происходит? Не понимаю. А почему ты тогда все еще верен Ему? Друзья мои, не все, что происходит в нашей жизни, мы понимаем. Но мы должны понимать одно, что Бог за Ним последнее слово. Если вор пришел и украл мое здоровье, если вор пришел и украл мои отношения, мою любовь, реваншист, моя вера, это мой реванш. И я говорю, ты дьявол вернешь в семь раз, я никогда не соглашусь в вечную проказу, я никогда не соглашусь на вечное поражение. Если праведник семь раз упадет, семь раз попадет, в какую трясину, я реваншист, я встану. И ты, дьявол, в семь раз вернешь мне все, что ты украл. Посмотрите, в семье полный разлад. Жена несет ересь, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Представьте разговор мужа с женой. Та говорит, да чтоб ты помер, давай, смерть облегчит страдания. А тот ей отвечает, ты, как одна из самых глупых и безумных людей, неужели мы от Бога можем принимать только доброе и не худое? Он здесь так выразился, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И всем этим не согрешил Иов устами своими. непорочность Иова бесила его жену. И она говорила, хватит, ты уже дошел до ручки, ты слишком высоко в своих откровениях взвился. Есть ситуация, которую мы можем объяснить. Есть ситуация, когда ты теряешь драхму и метешь и находишь. Есть легкие проблемы в жизни, есть объяснимые проблемы в жизни, есть необъяснимые, когда сатана приходит и там в духовном мире происходят какие-то непонятные вещи, но мы должны верить, что у Бога по отношению к нашим врагам вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а Иисус приходит, чтобы дать жизни жизнь с избытком. Какое мое положение, когда вокруг у меня непонятные жуткие обстоятельства, когда нет здоровья, когда нет денег, когда нет семейного уюта, когда нет понимания, остается только одна связь, это человек и Бог, и твоя дерзновенная вера, твой реванш, Господь, я не буду хулить тебя, я не буду проклинать тебя, я не буду задавать тебе глупых вопросов, что в это время Иов говорил, давайте посмотрим, и пусть это будет нашей молитвой, это 19 глава 25 стих, «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою ию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его Сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, а я знаю, что помогает человеку идти сквозь эти долины смертной тени, когда вор украл у тебя все, когда ты в пепле, когда ты во вретище, когда небо закрыто, как медь, когда земля, как железо, не остается ничего, кроме того, что ты приобрел за годы своей веры знания, знания, вера это не догадки и гипотезы, настоящая вера, которая дает тебе реванш, это знание я знаю, искупитель мой жив, он не умер, он не ушел на пенсию, он все тот же великий всемогущий, я знаю, искупитель мой жив, если он жив, он восхающийся, нет, не через распадающуюся кожу Иов смотрел на Бога, он глазами Божьими смотрел на свою распадающуюся кожу, и он уже видел глазами веры, завтрашний день, она восстановится, она восстановится, она восстановится, и я узрю моего Бога, которого сегодня я не вижу, тучи на небе, панцири на небе, я не вижу Его славы, я вижу смерть и проклятие со всех сторон, я ограблен, я в подземелье, я связан, но я продолжаю кричать, кричать из глубины сердца, я знаю, искупитель мой жив, он все это восстановит, и ты, дьявол, возвратишь мне в семь раз, семикратная компенсация, я кричу о семикратной компенсации своего здоровья, я кричу о семикратной компенсации моего процветания, я кричу о семикратной компенсации своего помазания, своей силы и своей власти, во имя Иисуса начинай кричать, он здесь, образ сатан, глорис шикамаха, глорис шакратая, во имя Иисуса я претендую на семикратную компенсацию, во имя Иисуса я претендую на семикратную компенсацию, своего процветания, своего здоровья, своей любви, своего помазания, своей власти, своей силы, своей царкви, семикратная компенсация, а щабада комба, я знаю, искупитель мой жив, я знаю, я знаю, я требую семикратной компенсации божьей церкви на этой земле, карма, щитар, махан, дейя, давайте вместе закричим во имя Иисуса, я претендую на семикратную компенсацию своего здоровья, своего процветания, ты, дьявол, грабивший меня столько времени возвратишь семь раз, во имя Иисуса я знаю, искупитель мой жив, и мои глаза не глаза другого, мои собственные глаза увидят славу Божью на этой земле, в латвийском правительстве, во имя Иисуса эта земля покроется славой Божьей, гляди, Господь, и утверди свое царство, во имя Иисуса, соедините руки и молитесь о семикратной компенсации всего того, что дьявол мог похитить у тебя,